всем привет сегодня у нас уже крещение вот перевалило за середину января и на днях прошел достаточно сильный снегопад навалило снега вот машину я ставил на трассе меня за спиной возможно видно поскольку в полях сейчас просто не проехать вот приходится даже идти по снегоходному следу снега очень много и сегодня как настоящие крещенские морозы с утра было ниже минус 20 даже где-то минус 25 за городом скорее всего но сейчас это обед немножечко потеплее и я иду проверить там пару точек оперативно сегодня будет коротенький бложек посмотреть что там за птички скорее всего будут но если повезет всегда косули лисички но шанс маленький это ближе к вечеру надо смотреть вот опять много следов лисички тут у сам бегают и такой интересный камень что не камень это земли кусок тут меточная такая точка не подбегают видно метят постоянно и заодно так мелкие то птичьи следы вот и вот все поле в принципе тоже опять истоптана но следы и разной свежести а вот здесь вот четкий след как пушковала лиса то есть на видео часто можно видеть как они бегают по полю и прыгают потом вот как раз выкопала такую вот ямку скорее всего села мышку он ее поймет заодно в ямке наверное успешно вот прям что опять примечательно все они двигаются вдоль вот этого снегоходного следа и вот так вот иногда выбегают сторону хоть мышку поймать тоже облегчают себе жизнь при движении по протоптанным тропам вот первая точка моей остановки на маршруте этот лес до него и вообще планировал доехать но к сожалению дорогу не позволило вот поэтому пришлось немножечко прогуляться и вот гоните как красота все в ине хотя в городе нет такой красоты и кажется что обычный просто морозный день а все он заснежено просто вообще супер и вот потихонечку снимаем пейзажики один из плюсов тут классные такие текстуры образуются за счет теней вот этих просветов можно поснимать неплохие ритмичные сюжеты пролетает ворон и вот такая сейчас красота лесу все вы не вся посадка и вот такая белоснежная пустыня и 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 Вот, кстати, в прошлый раз не показывал, вот это след мышки. Но эта мышка типа полевки, если не ошибаюсь. Вот видны прыжки лапками и как тащился хвостик. У землероек след немного другой, он как более протоптанный, без таких прыжков парных. Вот это старые следы зайцев, вот видно тоже букв КТ прыгали, но они уже заметены снегом. Когда идешь по солнцу, совсем не видно всей этой красоты иния. Он виден хорошо только сейчас в контровом свете. Кажется, что березки голые. Сейчас даже несмотря на мороз, что-то снял перчатки, даже как-то не холодно в движении. Но природа просто отлично, летают вороны там вдалеке, у самого горизонта видел лисичку, ну буквально точку. Снимать ее смысла нет и бежать далеко. Но сейчас попробуем перейти вот к той посадке. Там открывается интересное поле и прикормочная площадка. Может быть там будет что-то интересное. По крайней мере птичек точно увидим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но пока никого не видно, зато очень много меток, лисьих и раскопанных дырок. Видно, что активность у них здесь идет хорошая. И вот скоро подойдем к той прикормочной площадке, на которую, собственно, у меня и цель подойти. Там, надеюсь, овсянок поснимать хотелось бы. Вот такая вот целая трасса ведет из посадки и вот к уже знакомой подкормочной площадке. Ну вот, ну и здесь вот сейчас, правда, было полно овсянок. Вон они сидят по макушкам. И вот все раскопано. То есть приходят косули, кабанчики кормятся. Все, конечно, замерзло, но выкапывают. И вот еще вторая точка. Ну и заодно здесь удержатся птички. То есть топтана, но по времени мы неудачно сегодня. Я пришел где-то... Вот овсянки уже подлетают. Видно вот за спиной. Я пришел где-то... Сейчас у нас всего 3 часа, еще целых 2 часа до заката. Если они не будут приходить, то скорее всего ближе к вечеру. Попробуем овсянок подождать здесь, поснимать поближе. Субтитры сделал DimaTorzok Такое ощущение, что ястреб спугивают от овсянок. Они периодически разлетают. Садятся по макушкам деревьев. В прошлый раз мы видели прям вот так у перепелятника, как он кинулся сюда на кормушку и разогнал их. Вот. Поэтому тут бы, конечно, хорошо взять палатку и посидеть, вот поставить где-нибудь рядом. И посидеть в ней там часочек-другой. Будет и тепло достаточно. И птицы будут ближе подпускать. Но сегодня, конечно, сильный мороз. И варианта брать палатку, сидеть в ней, конечно, нет. Но надо будет в следующий раз прийти обязательно. Ну, я, в общем, решил не мешать овсянкам. Все равно что-то толкового, близкого снять не получается, поскольку они постоянно дергаются, взлетают, садятся на ветки. И сейчас выдвигаюсь в сторону машины, но по пути зайду еще там немножечко в сторону. Там еще одна такая же подкормочная площадка есть. Скорее всего, там тоже самое будут овсянки и еще какие-нибудь мелкие птички. Сейчас солнце дает уже вот такой мягкий классный свет. Режимный практически. Хотя еще до заката где-то часа два-полтора. Вот, а я сейчас бегу. Немного по другой вот колье снегоходной. И по идее она должна вывести к другой вот подкормочной площадке. Сейчас опять видел лисичку там, по горизонту бежала. Ну, может быть, сейчас будем выходить, наткнемся на нее и поснимем издалека. Вот, пора непонятно, что она бежала от кого. Очень шустро перебежала через поле. Ну, вот я подхожу к еще одной площадке. Правда, следов поменьше. Все в елочках, в сосенках. Ну, вряд ли тут какие-то звери будут в это время. Ну, птичек тоже вот что-то не видно. Хотя, в прошлый раз тут были и вороны, и овсянок тоже. Большая толпа. Сейчас проверим. А нет, вот овсяночки есть. Или кто-то, вон, птички видно. Перелетают сосны, когда подходил и спугнул. Вон они полетели, стайка. Просто не дошел еще. Ну, и вон они на макушке там вот сели. Сама тут поменьше, конечно, площадь. Ну, тоже вот раскопано. Можем помочь птичкам раскопать чуть-чуть. Ого, теперь проще будет клевать зерна. Ну, а на этом, наверное, все. Я сейчас буду уже двигаться в сторону машины. Где-то минут 40, наверное, 50 по полю идти. Поскольку достаточно сложно. Если будет что-то еще интересное, я, наверное, сделаю небольшое включение по пути. Ну, мало ли кто попадется. А так, на этом все. До скорых встреч на канале. Подписывайтесь, если вам нравится. Пишите комментарии. Это всегда ценно обратный отзыв. Все, до встречи на канале. Смотрите ролики и следите за обновлениями. Ну, вот сейчас уже на выходе. Опять встретил там лисичку. Снял на фотоаппарат, но совсем далеко. Это, скорее всего, та же самая, которую я видел, про которую говорил два раза. Бегает на дальнем поле. Ну, вот, не знаю, там вот точка видна, маленькая. Но это очень далеко. И к ней сейчас просто нет смысла идти, бежать. Все равно расстояние сократить. Вот. Но все равно классный результат. Зверюшки есть. Это очень красивые инии. Вот у меня за спиной солнце становится таким теплым, желтым. Такие контрасты. Сине-желтые. Очень классно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует...